Привет, привет, привет! Хочу сделать небольшое предупреждение перед началом видео, что в данном выпуске будет довольно много склеек, будут немного странные ракурсы видеокамеры, будут какие-то артефакты в видеоряде. Причиной этому является случайная калибровка камеры перед съемкой, то есть производилось форматирование карты и каким-то чудом произошла случайная калибровка, а наличие которой за все время владения и пользования НС-360 я уснял впервые, материал уже отснят, съемку мы ждали довольно долго, около двух недель мы караулили нормальную погоду, чтобы в выходные были владельцы колеса, чтобы было тепло, не было дождя, было плюс-минус солнечно. На момент съемки колесо и год-а-два было уже продано, поэтому переснимать абсолютно был не вариант. Так что пришлось работать с тем, что имеется, вроде получилось более-менее приемлемо, ну заодно посмотрите, что такое не очень качественно отцентрованная картинка, на что многие видеомейкеры и блогеры забивают конкретно. Так что не гундите в комментариях, что странная съемка, она действительно странная, но лучше так, чем никак. Так, проделан довольно большой объем работ на монтаже, в связи с тем, что пришлось намного больше ставить диагральных точек в инста-студио, чтобы хоть как-то выровнять картинку, так что надеюсь вы оцените видос лайком, продуктивным комментарием и приятного просмотра. Привет, привет, привет. Ну что, в миллион тысяч лет уже не было обзоров, в видосе про шмотки зарекались про А2, вы писали, что хотите, но вот держите. МЦМ5 у нас не самый стандартный, это V2, допиленная на высокотоке, 84 вольта, с чехлом, с педалями, с кастомной батарейкой. Я вот здесь где-нибудь вставлю ссылку на канал Юра Этиманки, у которого я его взял покататься, там подробно рассказы на всех модификациях. Тут дисплейчик добавлен. А2 у нас тоже не стандартный, не простой, он также допилен на высокотоковых батках, на элементах Samsung 50S. А2 модернизирован до 100 вольт, вместо стандартных 84 вольт. Сегодня прокатимся, сравним. Как вы помните, если помните, на МЦМ5 у нас заявлен мотор 1,5 кВт, по умолчанию на 2,1 кВт. Сейчас с 14-дюймовых моноколес не особо-то большой выбор, и из Гэтвэя Бигода А2 это единственный представитель. МЦМ5 снят с производства, поэтому интересно посмотреть, что же они выкатили. Учитывая, что мотор заявлен слабее, в стоке 750 ватт-часов батарейка, а сейчас у нас получилось 864. То есть мало того, что она высокотоковая, она еще и более емкая. И по сути... Муха прилетела. На что она села? На А2 села. И по сути у нас как бы оба колеса нестандартные, оба колеса одного класса, одного производителя. Обзор такой не самый честный, но при этом, я думаю, очень интересный. Как вы видите, тут стоит дополнительный кожух, тут стоит дополнительная телескопическая ручка. Я попозже покажу. Итак, поехали, замерим высоту стоек. Что тут у нас получается? Что-то около 13,5 см, да? На А2 высота стоек у нас 15,5 см, насколько я вижу. Там ближе можно. Прямо еще, еще он очень... Ага. Ну вот МЦМ где-то 54-55 см, а А2 у нас получается 57 см. По вот этой ручке если... почти 60 см. Повыше, как будто бы не сильно, но визуально он как будто больше ощущается вообще в целом. Если их выключить... Здесь видно, да? Ширина колеса, ширина самого корпуса. А что мне у А2 сразу же бросит в глаза, это то, что он полукруглый. Соответственно, у нас... Чтобы больше... Вот так управляет нога, она до конца не прилегает. У него получается... Вот здесь вот точка прилегания. А здесь дальше, из-за того, что колесо в полукруг уходит, есть зазоры, хоть и есть подушка. Я вчера прокатился на Тесле товарища, и она побольше, но из-за того, что у нее плоские стенки, она как будто более монолитно в ногах сидит. То есть МЦМ более такой вертлявый. Опять же, за того, что стойки это В2 версия, ну, версия 2, а В2 стойки высокие, то есть он как бы такой более валкий. Я уже где-то говорил, что в моем понимании МЦМ должен быть В1 максимум на 10 сантиметров лифтованный. То есть это В2, наоборот, анлифтованный на 10 сантиметров. То есть, на мой взгляд, слишком большая у него вертлявость. Если сравнить по первым ощущениям на ускорение, ну, видать, у него железобетон. Вот, уходит. Тут, конечно же, система вот нашей МИДИИ, и все, ничего, оно беспокойное. То есть он послушный. Сейчас посмотрим, как А2 тебе идет в этом же. По ручке вот у нас получается. Высота довольно удобная. Можно ее... Как-то сделать. Можно покороче сделать. Вот, можно короткую сделать. В целом, довольно удобно. Можно так брать, можно так сделать. Еще вот этот угол присутствует. То есть ручка практически на оси колеса. Нет такой темы, как у РС, как у Супикса. Ну, единственное, что, конечно... Она торчит не так вот сильно. При любом падении ей достанется. Педали у нас тут, как водится, Гатвеевские, гигантские. Вон, сразу же, видите, да, сколько лишнего. По длине, как бы, это на любителя. По ширине широкие. Вот эти вот отливы... От них толку нет, вот они насколько высоко. То есть их надо опускать. По-хорошему это надо срезать. И клеить сюда упоры в правильное место. По стоковой подушке сразу же. Видно, да? Торможение она не дает уйти. Но при этом она не зацепляется. Из-за того, что она маленькая, пологая. Но ускорение то же самое. То есть, если ты до нее хочешь задавить, она вот соскальзывает. Ну, для любителей подушек. На мой взгляд, это все надо срезать сразу же. Поехали. Посмотрим, как себя ведет. Из-за того, что он выше в ногу приходит, ощущение, что он менее валкий. Намного менее валкий, чем МЦМ-5. Как бы он послушный. Но здесь вот касание прям чувствуется. То есть, я показывал полгруппу. Здесь уже вертикально. и... До 14-го он странно, кстати, ощущается. Очень. То есть, такое ощущение, что ты на 16-м Телесе едешь. Он, скорее, на Теслу больше похож. По жесткости скажу, что он чуть мягче, чем пятерочка. Это видно. Педали проныривают немного. Пятерки вообще бетонные. Ну, и на торможении то же самое. Ну, вообще, тормознуть тяжело. Из-за того, что педали длинные. Подушек сзади этих нет упоров. Сейчас, кстати, узнаю. А тут жесткость педалей стоит жесткая. Педали жесткие стоят, да. Ну, вот и получается, что по твердости педалей менее твердой, чем пятерка. Кстати, пятерка там уже на 12-фетовом контроллере. Не кошерная, это 6-фетовая. Прошивка, кстати, на МЦМ-5 залита от фристайлера. Давайте сразу посмотрим, как пятерка у нас по поводу ручки. Пятерки ручка, все знают, да, вот такая вытаскивается. Так. На мой взгляд, сама рукоятка абсолютно идиотская. То есть, вот так этого брать страшно. И эта тонкая очень. Ну, и как бы так все люфтит. А так брать не очень удобно. Тут острая и хват слишком широкий. То есть, нет бы, чтобы сделать что-то вот такое, как на Тесле. Вот если мы его катим. Так-то в целом нормально. Тоже никаких вопросов к нему нету. На самом деле, споткнулась вот здесь ямка и потерял горизонт по градусу. То есть, ну, удобно, но я говорю, вот на руке можно посмотреть. Уже вот, видите, полоска белая, след. Мне, короче, сама рукоятка не нравится. Ну, и плюс, когда убираешь ее, ее надо вот так вот дожимать. Ну, короче, ручка такая. Не самая лучшая, но и далеко не плохая. По поводу веса еще хотелось бы отметить. МЦМ-5 в стоке. Я здесь выведу цифрами, сколько реально все это по дата-шитам весит. Он в стоке вроде что-то там 17,6-17,8 весит. Тут надо понимать, что чехол еще около килограмма, кастомная батарейка. Но тут, кстати, по-моему, 2П. Точно не помню. Юра 2 колеса собирал на высокотоку, в пятерке. Тут педали не самые тяжелые. Он, по ощущениям, нормальный вес. Ну, этот потяжелее, но тоже как бы приемлемый. Вот как будто бы этот весит типа 18, может, чуть-чуть побольше, а этот типа около 22. Ну, примерно 4 килограмма между ними. Но тут надо понимать, что тут педали вот эти вот тяжеленные. Тут ручка дополнительная, подкрылок дополнительно, батарейка больше, чем 100, но тоже тяжелее весит. В целом, конечно, 4-го веса 22, а это дофига. Здесь по поводу плюсов-минусов вообще самой конфигурации. А2 он, по сути, металлический. И вроде бы как будто он более металлический, чем МТН. То есть МТН от падения немножко гнутся, их ведет. Но это легко исправляется. Но такое ощущение, что как будто этот меньше будет гнутся. МТМ5 все знают. У него есть без чехла использовать. Вот здесь у нас под этими кожухами такие усики, которые прикручивают боковые крышки. Эти усики отлетают по всему периметру. Крышки очень дорогие. Ломаются абсолютно у всех. Хотя сам по себе корпус такой яйцевидный. Если он падает, он очень легко перекатывается. И там внутри много ребер жесткости. То есть именно ушатать сам корпус тяжело. Но вот крышки отлетают только в путь. Здесь, наверное, вообще что-либо тяжело ушатать. Только вот эти будут пластиковые царапаться. А, ну при падении, конечно, вот эта ручка выпирающая... Стоковая ручка? Ручка выпирающая будет страдать, но она металлическая, как я понимаю. Ну, а по ощущению-то она холодная, она металлическая, да. Вот это, ну вот это будет, да, ломаться, наверное, при падениях, при сильных каких-то. Но ручка-то это фигня, как бы, самый главный корпус, что колесо будет жить. Вот что первое мне в голову приходит, это то, что здесь большой зазор достаточный, ручку можно опустить, ну, практически до низа. То есть она примерно вровень станет. Для этого нужно здесь придумать какой-то переходник, адаптер, чтобы ручка в него упиралась и прикручивалась, соответственно, чуть ниже. Мне кажется, это напечатать на 3D принтере все очень легко. Вот, А2-воды, задумайтесь. Ручка в целом приличная, лучше, чем на МТ, не вот эта вот огромная. Лучше, чем вот то, что там спроектировали, такая откидная, которая на фару заходит. Я не знаю, на А2 такая есть, нет, но на МТ тоже такое по стилю спорное решение. Ну что, давайте посмотрим на раскрутку пятерки. Вот я не знаю, почему он на 53 километра в час. Блин, ребят, забыл, настолько давно всякие левые колеса не настраивал, что просто не помню. Тут по вольтажу, короче, контроллер врет. По БМСке я подключаться не готов, у меня приложений даже нет. Что-то, 53 это раскрутка, разве раскрутка МЦМ 53? С какого он, 57 там? Сколько? С 57. 57? Кажется, да. В общем, с МЦМ какая-то чертовщина. Он сначала по раскрутке на приложении не настроенном показал 62 км в час, когда прописали ему вольтаж, поставили галочку, что это МЦМ 5, поставили емкость батки, он стал 53,3 крутить. Тут стоит прошивка фристайлера, которая по ПВМ-у дерет педали. При этом тут есть дисплей, который показывает при раскрутке 60 км в час. В общем, какая у него раскрутка, непонятно. Но в целом, вроде бы, вторая версия МЦМ 5 на черных контроллерах крутилась что-то там до 62 км в час в стоке на 800 батке. Поэтому будем считать, что там около 60 раскрутка. Я в настройках прописал 62. По 2 сейчас посмотрим, что дисплей более читаемый. Заряд тут везде почти 100%, но мы пока место для съемки искали, чуть-чуть подпросили батки. 61. Это не очередь была, это по кожуху колесо трет. Так, ну тут 61 скорость раскрутки. Короче, будем считать, что скорость раскрутки у них примерно одинаковая. Здесь 61, там по экрану 60, только этот 100 вольт, этот 84 вольта. В общем, в любом случае колеса не быстрые, не суперскоростные, мощные, поэтому отжимать от них все я не буду, как там на своих видосах с Тесла, с РС, с МСПшки. Ну, просто страшно отключиться, плюс колеса чужие, как бы не вкатанные в них хорошо. Сейчас просто прокатимся. Я, наверное, даже тогда не буду виллок писать, если честно, потому что, ну, все понятно, да. Высоковольтная батка тут, высоковольтная батка тут. Что это значит для обывателя? Батарейка разряжается со временем, а просадок батарейки при ускорениях и при скорости практически нет. 50С это вообще топовые элементы, малиселы тоже суперкрутые. Тут скорости какой-то крутой на виллоге вы не увидите. И просадок батарейки, то, что мы обычно смотрим на стоковых колесах, то есть при какой скорости, там сколько ПВМ, тоже, ну, смысла особо нет. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Но буду рядом Я буду рядом Бегущим взглядом Уезжаю я туда, где есть земля и небо Душа моя и плоть Заставляют вновь Любовью сердце греть И разгонять кровь Я вернусь обратно Вместе с листом падом А пока уеду И буду рядом Буду рядом Я буду рядом Кто-то продолжает танцы Ви-ай-пи Кто-то продолжает Трохать флюх с целью А я сижу где-то в поле Занимаюсь обрядом Нет ни кино, ни социальной сети Меня никто Тут не заметит Сверкает небо Ярким разрядом Так далеко Так далеко А как будто рядом Сверхать флюх с целью Сверхает небо Ярким разрядом Меня никто тут не заметит Сверхать флюх с целью Сверхать флюх с целью Такой вот у нас небольшой прохват получился Надеюсь по поводу отсутствия телеметрии Вы там не будете сильно кипеть в комментариях Средняя скорость была 30-40 км в час у нас На 2 я максимально разогнался 43 То, что я увидел по дисплею Дисплея Что здесь с белыми цифрами На солнце не видно Что здесь с красными цифрами На солнце не видно Здесь расположение поудобнее Потому что взгляд как бы вниз падает Здесь под углом Ну то есть нужно больше всматриваться Но по сути эти дисплеи Мне меньше нравятся Чем на том же МТ Хотя на А2 такой же дисплей На МТ как-то он легче читается Что ли Может из-за того, что он сильно внизу в ногах То есть взглядом его легче поймать Ничего сверхъестественного Больше там 40 сильно разгоняться не хотелось Чтобы не продавить ни одного, ни второго Как владелец этого колеса говорит У него прям лютые писки начинаются При 45 км в час На полностью заряженной батарейке Что меня поразило То есть вы видели, да, как на около нулевых скоростях Вот в начале ролика У этого педали бетонные Просто прям земля У этого немножко проклевывалось на резких ускорениях Но когда вы набираете скорость Там за 20 км в час Особенно после 30 У этого колеса педали начинают потихонечку плыть Это нормально для старых алгоритмов Гатвея Но вот у этого Наоборот при 30 и выше Педали абсолютно бетонные Плюс из-за того, что здесь нету вала, оси То есть большой подшипник Вращение колеса такое более равномерное То есть оно в ногах ощущается как-то приятней Плюс покрышка очень толстая, очень широкая И в целом это колесо воспринимается как 16 дюймов на самом деле То есть у него вот эта точка касания Ну вот видите, да, даже насколько выше Ты касаешься здесь вот этой точкой А на пятерке ты касаешься вот этой точкой То есть почти, наверное, 10 сантиметров будет Плюс оно очень стабильное И на 40 только начинаешь входить в кураж И на нем хочется ехать и 60 И на нем было бы комфортно 60 ехать Но оно не едет Соответственно Смысл такой модификации Я думаю, есть только как раз-таки Вот в этой стабильности, в жесткости педали Потому что мои знакомые, кто катался на А2 без каких-либо доработок Говорят, что он сильно хуже, чем МЦМ-5 То есть он прям совсем мягкий, овощной То есть его прям страшно продавить Особенно если райдер там 90 плюс килограмм Исходя из того, что я себе вижу Это проверенная рабочая лошадка Которую на вторичном рынке можно зайти за достаточно адекватный ценник Это колесо в районе 120, по-моему, стоило в последний раз За 120, на мой взгляд, оно нафиг не нужно в стоке В доработки придется вкинуть очень много денег, времени Далеко не везде эти доработки могут сделать Точнее вообще контроллеры на 100 вольт Только вот в Питере, я знаю, воньяк переделывает Поэтому тут все не так гладко Лично, лично, мое мнение по поводу вот этих всех колес Как я всегда говорил Тесла это топ Вообще самый топ вот для города И учитывая то, что появился МТЕН 4 Который вообще безумно мне нравится Прям было очень жалко его продавать Для подскока это лучшее колесо То есть до метро, до работы, до учебы Там в рамках 5-7 километров в одну сторону Лучше МТЕН, чем любой из этих двух колес То есть в моем понимании колесо очень-очень неоднозначно Непонятно, кому оно нужно Для новичков вообще там достаточно какого-нибудь Ну вообще, как вам первое колесо достаточно взять Какой-нибудь там V8 бушный Или там тот же МЦ М5 Для тех, кто себе ищет колесо для подскока Оно, ну, говорю, сильно тяжелее, чем это Намного тяжелее, чем МТЕН Едет не сильно лучше, чем и это, и МТЕН Не знаю, что еще сказать на самом деле Такой обзор довольно сумбурный Довольно экспромтом получился Сейчас позову владельца в кадр Кто и на МТЕНе катался И на А2 катался И у него сейчас АЦМ мой высокотоковый И Бегот Экстрим у него есть И Эксен у него был И Шерман у него был И Хироу Что так у него не было, короче Вот он свое мнение расскажет Может он будет как-то чуть отличаться от моего Всем привет, я тоже Какие-то самые лучшие куртки для моноколес Ну что, получилось на самом деле Очень достойно Даже слишком, в том разделе Потому что действительно Оно едет настолько хорошо, что хочется поддать Тот тебе в уши ищет со страшной силой Что 45, ахтонг надо срочно тормозить Из недостатков Ну действительно То, что когда есть МТЕН-4 Ты не понимаешь, почему Кстати, да, у Виталия был МТЕН-4 И сейчас опять есть МТЕН-4 То есть я забыл У меня так звучало, что у меня на работе возник Небольшой конфликт с охраной И теперь просто МТЕН-4 можно с мятой сумку пронести А с таким, с пристрастием смотрю в сумки Говорит, я знаю, что у вас там моноколесо Вы сюда не пройдете Вот Так вот, МТЕН-4, он немножко обесценивает существование А2, конечно Потому что при весе почти вдвое меньшим Он предоставляет тоже вполне себе нехилые возможности И тут, несмотря на всю его потрясающую сбитость Великолепную управляемость И очень приятную езду Ты не понимаешь Нужно ли тебе эти 22 килограмма веса? Ну и по максималке тоже Цико-антенн, если надо, он и 40 плюс поедет Для особо безумных и отважных Ну да, совсем безумных Совсем недавно весил почти 100 килограмм И я был таким безумным, конечно, спасибо У меня 38 километров в час он пищит Но в целом, я говорю, конкретно это колесо Я хочу высказать искренне, на самом деле Уважение к человеку, который занимался, дорабатывал Известно как Ваньяк Он, как бы, действительно колесо сделано с душой Это прям чувствуется, что Ну у него прямо какая-то аура такая позитивная В общем, такое он вызывает доверие к себе Ручка отстой Ручку я купил на Алиэкспресс на распродаже Это ее единственное преимущество, на самом деле Она заедает Ее надо смазать постоянно Она перегораживает фонарь Она выступает слишком высоко Ну она есть Можно по правилам перевести с собой колесо через пешеходный переход А если сравнить с М10 5 Колесо их и нету на рынке Кроме А2 И А2 не такой уже в стоке мощный, как М7 5 В стоке, да, абсолютно точно Нет, именно в такой модификации я бы мог бы советовать Спокойно совершенно Потому что он действительно очень комфортный Он более комфортный, чем у М7 5 С другой стороны М7 5 Если взять его в стоке, научиться, потом заморочиться Переделать там батарейку Хотя тоже с этим некоторые сложности есть, на самом деле М7 5 офигенное колесо Ну на нем чувствуешь себя больше опасности, что ли? Ты такой прямо райдер такой Ты все время работаешь Я скажу из себя, что он требует скиллов больше Как и М10 4 еще больше требует То есть по факту, опять же, если ты, как вот мне видится Если ты научился кататься на А2 То на М7 5 тебе будет стрёмненько Или, например, после А2 на М10 4 Будет тоже немного сложновато Но если ты научился хорошо кататься на М7 5 или на М10 4 То ты на этот встаешь Ну и все, это типа как будто машина классом выше То есть он много чего прощает Он реально, ну, более такой предсказуемый, послушный Менее вверткий, менее капризный Но, как я понимаю, ты сейчас для себя остановился все-таки на М10 4 Потому что М10 5 ты в свое время продал, больше к нему не возвращался На А2 ты не сильно покатался У меня было, я два раза возвращался на М7 5 И продал я его, потому что один из них сгорел У нас было два с женой Теперь тот, который ездил я, на котором ездил я, ездит моя супруга Ей больше ничего не нужно, несмотря на все мои попытки пересадить ее на что угодно Начиная с М10 4 и заканчивая большими колесами типа XN Нет, нет, ей комфортно только на яйцевидной форме Ей нравится, что он узкий Ей нравится, что у нее стоят ноги именно так, как у нее стоят ножки То есть ничего не мешает Здесь же видите, как из-за формы давит с непривычки, во-первых, выше, во-вторых, намного шире Да, давит сильно, даже я почувствовал прям сильно Став на А2, моя супруга сказала, что нет, когда будешь? А вот если взять А2, я как понимаю, ну, рассматриваться как все-таки такой колесо на повседневный, подскок По скорости вообще в целом, вот, вот, твое мнение как опытного райдера Какая достаточная скорость для колеса подскока? Ну, мы не будем брать вот эти правила про 35 килограмм, там проезжую часть, тротуар Ну, почему мне, одна из причин, почему мне нравится М10 4 Тебе настолько стрёмно ехать на нем быстро, что ты этого не делаешь Как бы он тебя сам, то есть ты сам себя ограничиваешь за счет своих просто личных Да, кстати, это очень хорошая мысль, прям, мало что об этом говорит То есть он как будто не располагает тебя ехать быстро Ты как на спортбайк мотоцикл садишься, и он говорит, давай, давай, открути, сделай 300, положи скидометр А на М10 встаешь, он такой, ты тридцатка с головой вообще, зачем тебе больше? А вот А2 очень провоцирует, на нем прям хочется вжарить, а ты понимаешь, что, ну, сейчас продавлю его и все, и кому будет хорошо? Никому не будет Особенно не будет Да, М10, он, ты можешь, можешь, у тебя это греет, ты можешь, ну, ты этого не делаешь Так что для подскока, да, М10 4 отличный вариант, особенно если, как говорят, существует из качественной коммуникации У нас 16 вольт Да, если хочу до него как-то добраться, но пока что-то не могу Да, и тогда, говорят, наверное, даже он не клюет педальками немножко назад по торможению, как это делает стоповый интенс Ну, к этим клевкам, кстати, привыкаешь достаточно Привыкаешь, да, но все равно немножко стремно, то есть где вот этот момент, момент, где он, возможно, продавится, когда ты резко тормозишь Не продавливается Не продавливается, да, но ощущение все рано немножко есть Ну, вот, плотная парковка Ну вот, ребята, цените, чтобы поднять для вас контента платную парковку, приходится брать В центре нигде уже не остановиться Да, это солнышко зашло уже Короче, в целом, А2, мне кажется, нестандартный, а такое кулесо достаточно Нестандартные, да, но опять же таки в этой конфигурации с такой батарейкой его несомненный плюс, потому что он проедет намного больше, чем на М7. Ну, кстати, М10 тоже с его батарейкой стоковой, у него тоже запас сходы безумный, опять же. И неизвестно, кто из них проедет больше. А2 в такой модификации или М10 в стоке? Ну, если на них ехать с одиноковой скорости, я думаю, все-таки А2 больше продажится. Ну и опять же, как говорят, все-таки его покрышка, его конфигурация больше бережет колени, спину. А2. Да, если какие-то проблемы есть, то тут достаточно мягкий. Гораздо мягче, чем на М4 и на М7. Ну и плюс колесо можно подздуть, и это не будет так опасно для обода, как на М7, например. Да, обод тут крепкий. Ну и плюс покрышка жирная, то есть даже если она пробьется, то надо ее прям очень сильно пробить, чтобы до обода достала. В общем, как-то так. Думайте сами, решайте сами. Виталию спасибо за возможность подснять это все, за свое мнение. Вам всем удачи, безопасных каток. Пока. 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 Пока.